В действительности Советский Союз никогда не боролся с Западом. Это все липа для, так сказать, манипуляции массовым сознанием внутри, в рубеже СССР. Советский Союз всегда был функционально встроен в мировой порядок. Сама идея биполярности, о которой так часто сейчас говорят, это уже мировой порядок. Это биполярность, это описание мирового порядка. Нельзя говорить о противостоянии мировому порядку и говорить при этом о биполярности организации его. Поэтому Советский Союз функционально был вписан как младший партнер. Он делал очень много для поддержания западной системы, потому что западная система реально разваливалась. Она, собственно, и развалилась, потому что то, что существует сегодня в качестве западной системы, в качестве Запада, оно ничего общего не имеет с временами Эйзенхауэра, временами Кеннеди, временами довоенными. Другой западной системы, поэтому оставить на плаву Запад помог Советский Союз. Я уже не говорю о его роли во Второй мировой войне, где Советский Союз просто спас англо-американский империализм, англо-саксонскую доминацию в мире. Она была просто спасена громадными жертвами Советского народа. И выигрыши оказались англо-саксы, которые сегодня пришли к финишу, а Советский Союз перестал существовать. То есть тут как бы нет вопросов, тут спорить не о чем. Советского Союза нет. Англо-саксы, они пришли к финишу. Спасибо.